Как всегда, у них заставлены в мольера проходы ящиками, коробками. Посмотрим, что у них по качеству продукции. Сегодня у нас 21 сентября, сыр просроченный, потому что он тут датирован в 20-м. Как тут пролазит-то? Если я на инвалидном кресле буду здесь проезжать, я ведь не проеду. Накакой информации нет от продуктов, что по лбу, ничего не понимают. Попробочные такая же печенюшка, ничего у них нет. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, старшего где я могу увидеть? Что вы хотели? Старшего где я могу увидеть? Капел нет. Зовите сюда. Снова встретились. Пойдемте. Пойдемте. В прошлый раз, после моего визита, ничего не поменялось. Нет, ложила, ложила. Это сегодня, я не знаю, что с тобой случилось. Галя, снимай сейчас же, переделывай. Все, до пола поменялась информация. Я сегодня и выделила бумагу. На информацию половина была, половина поменялась. Сегодня доделаем, потому что мы сегодня переставляем магазин. Ничего не получается. Немножко у нас сегодня выпало это все. Прямо именно сегодня, когда я пришел? Нет, мы сегодня переставляем. Видите, у нас товар весь не тралит. Вот этого вот продукта, как до срока изготовления? Галя, где информация на донаты? С коробок, я же тебе сказала, вырезать и выставлять. И справиться. Так вы мне в прошлый раз тоже самое отличное. Ну, я что могу? Вот, пишем объяснительные, ругаемся. Да, Далина, вы же все уберете здесь. Конечно, сейчас на все снимем, и все переделает. Ну, убирай. Не помню, как вас звать. Оксана. Оксана. Пока человек рулится, пойдемте еще пройдемте. Смотрите, какой нюанс. Вы понимаете, что человек с ограниченными возможностями не сможет у вас совершить покупки? Ну, я здесь понимаю вас прекрасно. Уже руководцы в курсе. Что-то надо с этим сделать? Руководцы в курсе что-то решают, решат вопросы. Коробки вот стоят, там не пройти тоже. Сейчас это все мы разбираем. Просто две базы пришло одновременно. Знаете, если бы я сейчас на инвалидном кресле бы сюда зайдет? Ну, и вам бы все продукты принесли. Ну, не-не-не. Ну, что вы такрали? Сейчас мы приносим, у нас бабушки стоят, у меня с сумками тяжелые. Ну, видите, как и в магазин. Мы тоже этому не устанавливаем. Проще, наверное, разгребчить проходы. Вот мы стараемся. А здесь, понимаете, здесь-то мы, понятно, разгребем. Но он все равно здесь не будет шире, чем мы можем. Да? Серьезно? Что, можно у вас совершить покупки? А у вас цель не вальгует? Нет, я вот этот хочу. Так я пускаю? Нет, спасибо. А с пальцем выкину? С целью. Вы мне продаете его? Ну, где дырят? Идите сюда скорее. Идите, идите. Открывайте еще. Сейчас объютим. Так, а мы уже? Вот она, 77 рублей захотелось меня взять за товар, который не имеет права вообще продавать. Бессовестно. Просто они нарезали, покупатель попросил, не убрали. Ну, надо убирать. Ну, видите, вот замокали. Посмотрите, еще один кусочек лежит. Две базы замокали. Сейчас уберем. Ну, вообще, видите, вот это... Вы сейчас наблюдали? Я же вам сказала, ну, не надо. Вы же все равно пошли. Я же не могу вас сил остановить. Правильно. Ну. Вы видели, как ваш сотрудник нарушает правила торговли? Глаз получится. Я же не могу кричать на весь запах. Нет, конечно. Вы даже вот видели, когда я брал во вторую часть, почему-то не убрали. Вы сейчас... Нет, это просто человек, и люди просят. Кому-то бабушке тяжелый арбуз. Бабушки попросят оноши торгануть у вас. Нет. Вы же не будете это делать. Ну, что же так говорить оноши? Ну, что мы так сразу... Вот. Старайся, чтобы покупатели, чтобы... Сейчас уберем все нарезанные. Оксана, исправляйтесь, пожалуйста. Старайся, спасибо, что вы ходите, нам подсказываете где-то что-то. Слушай, никогда не продавайте резанные арбузы. Страф будет не только на директора, но и на вас лично. Поверьте. Всего вам доброго. До свидания. Сын, спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok